Давайте сегодня вспомним мы тех, кто остался в горах, кто навсегда затерялся в горячих афганских песках. Такими словами вспоминают тех, кто не вернулся домой с 10-летней афганской войны. В 1988 году начался вывод войск из Афганистана. Первый памятник погибшим афганцам в Камраде был установлен 25 лет назад. И на нем вписаны именно 12 солдат, которые не вернулись с войны. Каждый год к этому обелиску приходят ветераны-афганцы почтить память погибших на поле боя и вспомнить те страшные страницы истории. Годы жизни или месяцы жизни, которые проведены там, они как бы не стираются в памяти. Они так, как это, вбиты клином серьезным туда, в жизнь свою. И нет-нет, приходится возвращаться, вспоминать. Моменты были разные. Более 700 человек из Гагаузии приняли участие в 10-летней войне в Афганистане. Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Петр Мавради отметил, что необходимо помнить и передавать подрастающему поколению память о тех, кто ценой своей жизни защищал Родину. Мы стараемся делать все возможное, чтобы передать подрастающему поколению. И чтобы люди знали, что ребята, наши уроженцы, нашей автономии героически погибли, выполняя свой солдатский долг. Многие из тех, кто прошел Афганистан с болью в сердце, вспоминают свою службу и друзей, с которыми служили в одном полку, помогая друг другу выжить. Кадровым офицером и вертолетчик летал в Талабаде, воевал. И там тоже остались много друзей своих. Общее число погибших в Афганистане составило более 15 тысяч человек. Зинаида Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчу, Гарсты Новости. Зинаида Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчу, Гарсты Новости.